И всем привет, ребят, с Мастер Байк, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик второй, уже посвящен нашим обновлениям. Если не видели сегодняшний первый видос с анонсами по Дню Духов, то перейдите, посмотрите, возможно, сначала его, ну либо после этого видоса, посмотрите анонс Дня Духов. Ну а сейчас мы вместе с вами разберем уже новые обновления. Там есть много интересной информации, если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике и установить ему личный так. Так, Team P, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форум, который есть в описании. Что же касаемо наших обновлений, то здесь есть много интересной информации, начнем с улучшения вооружения экрана прогресса игрока и изменения в туториале. Сделали даже отдельный пост по этому поводу, ну и рассмотрим все изменения. Изменения в улучшениях вооружениях. Улучшение вооружения становится обязательным, пропустить улучшения, купив новую модификацию, теперь невозможно. То есть, каждую модификацию опять нужно будет покупать. Когда-то мы от этого ушли, теперь обратно возвращаемся. У игрока есть ВАСП МК-2, прокачанный до 5 уровня, МК-2, М5. Игрок получает новое звание, на котором разблокируется ВАСП МК-3. Игрок может купить ВАСП МК-3, прокачивать текущую модификацию МК-3 не обязательно. Как это будет работать? У игрока есть ли МК-2, до 5 уровня, игрок получает новое звание. Так, здесь еще написано то же самое. Как это будет работать? А, подождите, будет работать. Игрок не может купить ВАСП МК-3. Сначала нужно прокачать текущую модификацию МК-2, 5 до МК-2, 10? Нужно микро прокачивать каждый шаг? Это более логичный и простой путь для новых игроков. Еще это позволит более плавно улучшать характеристики. Мы понимаем, что теперь придется тратить больше кристаллов на прокачки, поэтому мы меняем стоимость новых модификаций. Теперь приобрести модификации можно будет за символическую плату в танкойнах. Ничего не понял. Модификация будет стоить 3, 4, 5, 6, 7, 8 танкойнов? Серьезно? Это какой-то прикол? Реально? То есть я себе могу получить модификацию на бездонатном аккаунте. То есть если сейчас она стоит у меня... Сколько здесь кристаллов? Вот следующая модификация. У меня стоит 29 тысяч кристаллов. Завтра я эту модификацию смогу купить за 4 танкойна? Если это реально так, то это супер халява. Потому что такое количество танкойнов, то есть в сумме сколько здесь? 15, 21, 21, 30, 33 танкойна. 33 танкойна, ну зафармить это супер легко. Это прям супер легко. И за 33 танкойна можно прокачать полностью до МКСИ модификаций? Я немножко в шоке, если честно. Танкойны не обязательно покупают... Так, это да, бесплатная линейка боевого пропуска, еженедельный контейнер, новый туториал миссии. Экран прогресса игрока. В игру добавляется новый экран прогресса игрока. Чтобы его открыть, нужно кликнуть на иконку звания. На новом экране игрок видит прогресс по званиям и может изучить, на каком звании станут доступны новые предметы. Новые модификации вооружения, новые режимы боя, чат, пробитую. О, кстати, вот это очень крутая тема. Это очень крутая тема, которую я, если честно, хотел бы знать. Потому что, знаете, вот бывает такое, что ты вот хочешь на бездонат аккаунте посмотреть, с какой звонки у тебя открывается следующая модификация. И тебе надо идти куда-то там на Википедию, а то будет сразу открытая вкладка. И ты можешь на определенной звонке посмотреть, какое вооружение откроется. Мне кажется, что это очень круто. Новые миссии туториала завтра появляются. Сейчас миссии туториала выдаются одним большим набором. Проблема в том, что новым игрокам сложно ориентироваться в большом количестве разных миссий. Чтобы упростить систему, мы заменяем старые туториалы миссии на систему Encore миссии. То есть, когда вы выполняете одну миссию, появляется следующая. Это система поэтапной выдаче миссии с одной супермиссией, которая выполняется автоматически при завершении всех стандартных миссий. Когда супермиссия первого этапа выполнена, становится доступ к следующей. Доступ к следующей. Другое. Принятие без меня и награды за миссии. В первом наборе дни премиума в последнем Танкойне. Ооо. То есть, новая формилочка еще завтра открывается. Вкусненькая. С Танкойнами. Хорошо. Очень хорошо. В принципе, круто. Да, то есть, ну здесь все эти обновления, я считаю, что супер положительные. Супер положительные обновления. Супер положительные. Так, ну и дальше у нас есть еще информация по списку обновлений. Здесь, в принципе, вот эта вся инфа добавлена. Твинс меняется в балансе. Процент минимального поражения взрыва увеличивается. Это сплэш урон, значит, становится больше. Среднего поражения уменьшается. А, подождите. Минимальное поражение взрыва. То есть, сплэш урон будет больше. Радиус кредита увеличивается. Радиус а сплэша увеличивается. А что такое процент минимального поражения взрыва? Ну, по идее, это тоже должен быть сплэш. Радиус среднего поражения взрыва меньше. Вулкан. Скорость снарядов становится медленнее, коэффициент замедления поворота башни становится меньше, то есть башня меньше приваривается, так понимаю. Смоки. Скорость снарядов увеличивается, апают смоку. Страйкер. Установка фауст, время перезарядки после залпа плюс 100, это нерв. Скорпион. Скорость снарядов в фулл качке не меняется. Гаусс. Скорость снарядов увеличивается, то есть ап. Хоппер. Ускорение. Оооо. Нерв. Жесткий. Жесткий нерв. Овертанков. Ептить. Урон овердрайва еще уменьшается. Ооо. Ускорение. Уменьшает. Торможение. Увеличивается. Реверс. Ооо. Эта управляемость будет ховертанков очень плохая. Очень плохая управляемость ховертанков с завтрашнего дня будет. Все устройства пульсар добавлен параметр шанс критического 12. Все устройства с наложением статуса добавлен параметр критический урон 90. Все устройства. То есть от статуса техники будет лучше работать, я так понимаю. Все устройства облегчения корпуса. Изменены ускорения корпуса. Масса корпуса. Утяжеление. Минус. Ускорение. Плюс масса. Татуариальные миссии переработаны и перезапущены. В 9 этапов. Про битвы добавлено капча на вход. Доступ к про битвам увеличен. Модуль паук увеличен по звонке. Миссии переначального бонуса за вход в игру теперь выдают только контейнеры и звезды. Все краски категории Uncommon больше не продаются в гараже. Добавлены изменения на карты в матчмейкинге. Александр, раз мелкие правки. О, каждую карту тоже изменяли. Добавлен проезд в центре карты между базами. Побрусь к мелкие правки точек респаунов и бонусов. Сдвинут один домик в зверенную базу. Ну, короче, каждая карта здесь чуть меняется. Добавлена поддержка. О, нажав рынки новый режим. Простор появляется. Просторчик появляется. Неплохо. Просторчика не было у нас. Прикольно. Новые карты. Это круто. Это круто. В игре добавлена французская локализация. Ничего себе. Исправлен баг, из-за которого граната не могла... Могла игнорировать настройки появиться на танке после завершения перезарядки без ожидания респауна танка. Исправлен баг, из-за которого вооружение могло не экипироваться при использовании гаража в бою. Исправлен баг, из-за которого улучшения могли не учитываться, если прокачивать танк слишком быстро. Теперь между улучшениями есть небольшая задержка. Исправлена ошибка при редактировании описания клана. Теперь новое описание клана ограничено 3000 символов. Ран недоступ временно отключен для мобильных игроков. Жестко. Очень много интересной информации, если честно. Но связанной, конечно, с именно прокачками, начальными вот этими уровнями аккаунтов, которые должны, по идее, положительно повлиять на онлайн в игре. Ну и что касаемо ховертанков. Ну, наверное, очевидно, они были жестче, чем обычные корпуса. И это обновление очень сильно повлияет на матчмейкинг. Спорт режим у нас в этом плане завтра не поменяется. Так как турнир уже начат, и он будет доигрываться по тем же характеристикам корпусов, которые есть на сегодняшний момент времени. Я, по крайней мере, так думаю. Хотя, быть может, завтра выйдет контентик, и мы увидим новый баланс ховертанков уже и даже в киберспорте. Пишите все свои мысли по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также смотрите первый видос по анонсам, который вышел сегодня по Дню Духов. Ну, а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok